Всем привет, с вами Данил Букриев, у нас очередная посылка из Китая, с сайта GearBest, ссылка на товар под видео, давайте открывать и смотреть, что внутри. Я думаю, вы уже успели заметить, что это экшн-камера SG5000+. Я свою продал и потом понял, что зря я это сделал, пожалел и купил по скидке с этой GearBest новую. Вот, кстати, здесь даже можно проверить оригинальность, подлинность этой камеры, здесь можно скачать для неё приложение. Упаковка в целом мне нравится, давайте открывать и смотреть, в этом видео только открытие посылки, на канале обязательно будет очень-очень подробный тест этой видеокамеры. Мне о ней, честно, есть что сказать. Что, собственно, у нас в комплекте? Сама камера сразу идёт, собственно, в кейсе, в серебряном цвете она у меня, или в золотистом таком, давайте посмотрим. Идёт уже в водонепроницаемом кейсе. Вот, собственно, как она выглядит, всё достаточно просто в управлении, тут пара кнопок, Wi-Fi, динамик, батарейка, кнопка, ну, в общем, ничего особенного в управлении нет, всё очень просто. Плюс ещё есть дисплей, это всё равно большой плюс для камеры, потому что садите какие-то гаджеты, там, телефоны, да, чтобы соединить с камерой и посмотреть, что снимаем, не всегда удобно. И уже вот такое прикреплено крепление. SJ камеры славятся классной базовой комплектацией, то есть в комплекте много-много всего интересного. Давайте посмотрим, что у нас здесь в комплекте для штатива. Крепление, да, то есть рамка можно и на штатив, или просто рамка для пояса, открытая, чтобы можно было хорошо записывать звук. Какое-то крепление, какое-то крепление тоже штативное, в общем-то, крепление для велосипеда, ещё дополнительные крепления, такие застёжки с липучками, ещё одно дополнительное поворотное крепление, тряпочка, чтобы всё протирать, это запасные, запасная крышечка, в которой уже есть отверстие, да, чтобы хорошо записывать звук. Ещё одно поворотное крепление, две наклейки с G-cam классные, в общем-то, мануал, на русском обычно, да, даже на русском языке мануал. И вот здесь ещё чего-то чуть-чуть осталось, два таких ремня, их используют для крепления на шлем, и USB-micro-USB для зарядки, две липучки, и вот эта штуковина очень прикольная. В общем-то, закрывать, закрывать на нашей камере, чтобы не царапать ничего. В принципе, в этой комплектации я бы добавил только автомобильное крепление, потому что эту камеру можно использовать как видеорегистратор. Давайте ещё раз её достанем, постараемся включить, ну и посмотрим хотя бы меню. Камера включается легко, одним кликом нажали клавишу, камера запускается. Очень простое меню, и такого маленького экранчика вполне, в принципе, достаточно. Очень легко перепрошивать камеру, в общем, в обслуге, она очень простая и очень лёгкая. Здесь, в принципе, в меню мы можем настроить любые режимы, режим там всевозможных разных съёмок разными периодами, там режим автомобильный, да, как видеорегистратор. В общем, настроек здесь целая масса. Классный видеопроцессор, если это можно так назвать. Поддержка карточки, нормальный микрофон, в принципе. В общем, камера достойна внимания, достойна отдельного, классного, крупного, большого, интересного обзора. В принципе, на этом всё. Я надеюсь, что вам понравилось открытие этой посылки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить подробнейший обзор. Мне действительно есть что сказать о этой камере. И ссылка на эту камеру под видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok